МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время криминальных новостей. В эфире Зона Икс. Я, Юрий Шевчук, приветствую вас. Самые последние события из мира криминала и чрезвычайные происшествия прямо сейчас. Брестские таможенники выявили преступную схему ввоза в ЕАЭС фур на 300 тысяч рублей. Вывести перевозчиков на чистую воду помогли навигационные пломбы. Раскрыта схема ухода от налогов на сотни тысяч. Прибыль фирмы искусственно уменьшалась, за счет чего снижались налоговые отчисления. Похищали доступ к аккаунтам в Телеграм под видом бесплатных фотосессий. Чтобы выбрать тематику съемки, необходимо было пройти по спам-ссылке. А сейчас обо всем по порядку с нашими акцентами. Брестские таможенники выявили преступную схему ввоза в ЕАЭС фур на 300 тысяч рублей. В этом помог опыт применения навигационных устройств отметили в Таможенном комитете страны и опубликовали кадры оперативной съемки задержания фигурантов. Организатором схемы оказался гражданин Польши. Подозреваешься в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По оперативным данным, эта история началась еще в минувшем месяце, когда водитель польской фирмы увез через пункт пропуска Козловича в Беларусь два тягача марки «ДАВ». Для отслеживания маршрута их движения таможенники наклеили на них навигационные пломбы. Но в дороге запирающее устройство было профессионально срезано без нарушения его целостности. А сами тягачи чудесным образом растворились в Беларуси. Их планировали продать в России. При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен организатор схемы. 29-летний гражданин Республики Польша. Преступник с использованием углошлифовальной машинки снял пломбу с очередного сидельного тягача «ДАВ», везенного через белорусско-польскую границу. Далее таможенники установили и место дислокации двух ранее везенных транспортных средств. В городе Ганцевичи они готовились к незаконной продаже. На тягачах были удалены заводские идентификационные номера путем химического травления металла. Сумма, сэкономленная на неуплате таможенных платежей, больше 180 тысяч рублей. В отношении поляков и их сообщников, кто именно им помогал, пока не уточняется. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до шести лет заключения. Оборцами с экономическими преступлениями раскрыта схема ухода от налогов на сотни тысяч рублей. В поле зрения оперативников попала витебская организация, специализирующаяся на реконструкции зданий и сооружений. Как было установлено 38-летний замдиректора по совместительству ЭПшник. Приобрел строительное оборудование, которое затем сдавал в аренду своему же предприятию по завышенной стоимости. Тем самым прибыль фирмы искусственно уменьшалась, за счет чего снижались налоговые отчисления. В преступной схеме также принимал участие 42-летний директор предприятия. Таким образом, фигуранты не уплатили в бюджет государства налоги на сумму более 250 тысяч рублей. Сэкономленные деньги они тратили на личные нужды. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Следователями возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Схема, ставшая классической уловкой мошенников, опять нашла своих жертв. Менчанки потеряли свыше 44 тысяч рублей сбережений. Они пытались спасти своих родственников, которые якобы попали в аварию от уголовной ответственности. Наличные женщины передали курьерам реальные истории из первых уст. Я получила звонок, неизвестный звонок. Я услышала, что моя дочь находится в опасной ситуации. Мне стали говорить, что она переходила в неположенном месте светофор, и машина ехала, наехала на нее, но пострадала та девушка, которая была за рулем. Кандидатов на грязную работу, а именно забирать деньги у доверчивых людей, аферисты находят в интернете. О рисках, конечно же, умалчивают, только сулят высокие доходы. Мессенджер и Телеграм связался с куратором по незаконным действиям, разъяснил, что нужно ездить на адреса и забирать некую сумму в размере от 2 тысяч долларов. На первый заказ молодой человек отправился в одиночку, на второй пригласил своего товарища. Вместе они посетили еще один адрес, а после перевели чужие деньги мошенникам за границу, оставив себе небольшую сумму в качестве вознаграждения. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Напоминаем, при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. Курьеры телефонных аферистов несут ответственность наравне с иными участниками преступной схемы. Мощный взрыв прогремел в гаражном кооперативе Красноярска. Пользователи сети предположили, что причиной, скорее всего, стала кустарная заправка газового баллона. А водители этим частенько промышляют. Благо, несмотря на то, что взрыв был весьма сильный, никто не пострадал. А какие чрезвычайные происшествия случились в Беларуси, расскажет Александр Камович. Пенсионерка пыталась потушить загоревшуюся траву. А в итоге угодила в больницу. Спасателей вызвали жители деревни Мельники Ганцевического района. Дежурная служба МЧС, чем вам помочь. Ой, хлопцы, в Мельниках пожар, горит трава, али вроде бы там и человек лежит. Когда бойцы МЧС приехали на место, огонь успел переброситься на хозпостройку на соседнем участке. В траве с ожогами спасатели нашли пенсионерку, которая самостоятельно пыталась справиться с огненной стихией. После осмотра медиками сельчанку госпитализировали. Огонь повредил кровлю и имущество в сарае. Причина пожара устанавливается. Это предварительная версия неосторожное обращение с огнем. Еще одна пенсионерка пострадала, когда пыталась тушить траву. На этот раз в Могилеве. Установлено, что 97-летняя бабушка шла по парку и, увидев тлеющую траву, попыталась затоптать ее ногами. Женщина оступилась и упала, получив при этом ожоги. На помощь подоспели прохожие, которые вызвали спасателей. Пламя на площади 50 метров квадратных оперативно потушили. Поставил на газ еду, а сам уснул. Как итог, сгоревший дом. Инцидент произошел в Могилевском районе. От соседей поступило сообщение о пожаре дома в Садовом товариществе. Когда огнеборцы приехали на место, дом горел открытым пламенем. 67-летний хозяин был на улице. Выяснилось, что он забыл о еде на плите и заснул. Разбудил его запах гари и треск горящих конструкций. Пытаясь самостоятельно справиться с пожаром, хозяин получил ожоги и угодил в больницу. Хозяйственная постройка горела в Островецком районе. Спасатели ликвидировали пожар. В МЧС позвонила жительница агрогородка Варняны и сообщила, что на ее подворье горит сарай. Огонь локализовали и ликвидировали. Повреждены кровля, стены и имущество. К возгоранию могло привести нарушение правил эксплуатации печей. Предварительно возле печи складировали картонные ящики. На озере Тиоста в городокском районе утонул пенсионер. К спасателям обратились милиционеры. Нужно было обследовать береговую линию водоема возле деревни Село. В МВД была информация, что там, возможно, утонул человек. Сотрудники МЧС на расстоянии около 15 метров от берега нашли тело мужчины. Со слов очевидцев, накануне вечером погибший пошел купаться, а его отсутствие заметили на следующий день и сообщили об этом правоохранителям. То же своего рода ЧП случилось на сцене во время концерта хип-хоп-исполнителей. Один из артистов стал настолько активно крутить сальто, что пол под ним не выдержал и рэпер упал. Сейчас реклама, но не переключайтесь, она пройдет так же быстро, как крутился на сцене активный танцор. В эфире снова Зона Икс, и мы продолжаем. Похищали доступ к аккаунтам в Телеграм под видом бесплатных фотосессий. Во всех случаях в популярном мессенджере минчанкам приходило сообщение с приглашением на бесплатную фотосессию. Чтобы выбрать тематику съемки, необходимо было пройти по ссылке, которая вела в браузер. Были от моего лица высланы сообщения и голосовые сообщения с моим голосом о просьбе пересылки 300 белорусских рублей. Там девушки вошли в свои аккаунты мессенджера, ввели логин, пароль и прошли двухфакторную аутентификацию. Спустя день некоторым из списка их контактов стали приходить сообщения с просьбой перевести 300 рублей. Примечательно, что отправлялись не только текстовые сообщения, но и голосовые, и даже с использованием видео собственниц аккаунтов. Супругу одной из заявительниц пришло особое предложение перевести 200 рублей за возврат аккаунта. Лишь один человек перевел мошенникам 300 рублей. Остальные же связались с заявительницами и убедились, что помощь им не нужна. По данному факту проводится проверка. Урожайная пора у каждого своя. 45-летний житель Светлогорска выращивал и высушивал на дачном участке коноплю. Вот только насладиться урожаем он не успел. Для проверки оперативной информации к нему наведались местные бойцы наркоконтроля. У правоохранителей имелась инфа, что мужчина может быть причастен к употреблению и хранению наркотиков. На даче оперативники обнаружили схрон с измельченной марихуаной. Ее вес составил порядка 15 граммов. Еще одна дачная или даже неудачная история произошла с жительницей Борисовского района. Дама решила поужинать за чужой счет. Вот только по ходу в ресторан со щедрым ухажером она предпочла визит в чужой дачный домик. Там гостя прихватила с собой продукты, некоторые бытовые вещи и удалилась. Свой скарб добытчица спрятала в лесу, но пролежал он там недолго воришку. Установили оперативники после обращения в милицию хозяйки дачи возбуждено уголовное дело. Сбил человека и скрылся с места происшествия. Смертельная авария произошла минувшей ночью в Минске на улице Ванеева. По информации СК, мужчина переходил дорогу на Красный, когда не его переехал 43-летний водитель Мазды. Полученные травмы оказались несовместимы. С жизнью пешеход погиб. Шофер такси стал свидетелем ДТП. Перевозчик позвонил в милицию и сообщил, что автомобилист покинул место инцидента, но он его преследует. Со слов подозреваемого он испугался и уехал. Но после разговора со свидетелем выпил и вернулся уже пешком к месту трагедии. Указанная версия будет тщательно проверена в рамках предварительного следствия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан. Если вы стали очевидцем этой аварии, следователи просят сообщить всю возможную информацию. Номера телефонов на вашем экране. Какие еще происшествия случились на дорогах страны, расскажет Карина Пашкова. Сотрудники дорожной милиции разбираются в обстоятельствах аварии в столице. ДТП случилось утром на пересечении улицы Инженерной и переулка Промышленного. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Киа не уступил дорогу легковушке Шкода. Последняя ехала по главной дороге. От удара оба автомобиля отбросила на стоявший рядом Фольксваген. 64-летнего водителя Шкоды доставили в больницу. Что стало причиной серьезной аварии по улице Казинца в Минске, предстоит выяснить специалистам. Около 7.30 утра 28-летний водитель на автомобиле Джили протаранил несколько припаркованных машин, среди которых Рено, Хонда, БМВ и Форд. После этого его авто перевернулось. Шофера отвезли в больницу. На месте происшествия, помимо ГАИ, работали и сотрудники МЧС. Помощь медиков нужна была и девочке-подростку. Последняя попала под колеса авто на пешеходном переходе в столице. Авария случилась утром. Предварительно водитель на Ауди, двигаясь по улице Волгоградской, сбил 16-летнюю девочку. Дорогу она переходила по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам шофера, он отвлекся и не заметил пешехода. И еще одно ДТП с подростком в Минске. По предварительным данным, 62-летний автомобилист при повороте с улицы Ванеева на второй велосипедный переулок, на разрешающий зеленый сигнал светофора, сбил 16-летнего парня, который пересекал дорогу на самокате, также на зеленый. Подросток доставлен в больницу. А в Мозорском районе дорогу не поделили автомобиль и мотоцикл. 35-летний водитель на Кавасаке столкнулся с попутно ехавшей машиной, которая поворачивала налево. За рулем легковушки был 39-летний шофер. В результате аварии помощь врачей понадобилась байкеру, его госпитализировали. Еще одна серьезная авария случилась в Румынии. Водитель потерял управление и едва не сбил семью с маленьким ребенком. Благо, реакция отца семейства оказалась превосходной. И он успел увернуться и сам, и убрать из-под удара своих близких. Необычный инцидент произошел на птичьем дворе зоопарка. Внимательная сотрудница заметила, как крупный пеликан пытается быстро убежать из вольера мелких птиц. Женщина догнала подозрительного товарища и достала у него из пасти курицу. Оказалось, что пеликан похитил цыпленка и, видимо, планировал им пообедать чуть позже. Но в планы вмешалась сотрудница зоопарка. Она отобрала у хищника его жертву и оставила голодным дожидаться общего ужина. Такая картина дня сегодня была, по мнению корреспондентов Зоны Икс. Мы работаем, чтобы вы были в курсе криминальной хроники и чрезвычайных происшествий, но сами оставались в безопасности. Ну и, конечно, на светлой стороне. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова